Кто-то помнит, что это за малыш? Некоторые из вас могут вообще не знать об этом мини-ноутбуке, но пользователи со стажем наверняка помнят, как лихо ворвалась на рынок серия нетбуков Acer Aspire One примерно 10-12 лет назад. Это был абсолютно новый на тот момент класс миниатюрных ноутов. Знаете, что у него внутри? Постарайтесь сохранить серьезное лицо сейчас. Одноядерный Intel Atom и 1 гигабайт оперативы. Да, сейчас это звучит как шутка и даже как переговор, но в свое время эта штуковина принесла мне немало пользы. В моей жизни был период, насыщенный командировками, сессиями, в общем, постоянно в дороге с рюкзаком на спине, и этот нетбук стал для меня настоящим спасением в то время. Как сейчас, помню, как я подключал к нему свой Nokia 3250 в качестве модема, естественно, через кабель, и выходил в интернет через Edge. Да, это жестко. Жестко. Очень жестко, но такие были времена. Так вот, к чему я все это? А к тому, что китайцы прислали на обзор Windows-планшет, который можно назвать праправнуком тех самых нетбуков. Что ж, давайте попробуем разобраться, есть ли смысл в подобных девайсах в наше время, а также вы узнаете, как китайцы киданули меня с этим планшетиком. И тут ты скажешь, чего ты несешь, киданули его, ага, ведь ты не заплатил за него ни копейки. Да, в этом-то и в шок. Да, братва, это халява, но вы там пока присаживайтесь поудобнее, а я сейчас вам все расскажу по порядку. Начинаем, конечно же, с распаковки. Хотя стопе, начинаем с названия. Это Chuby Hi-10 Go. Ко мне приехал полный комплект, сразу три отдельные коробки. В самой маленькой находится стилус плюс кабель для его подзарядки. Да, на моем старом нетбуке рисовать было нельзя, ну а сейчас повсюду сенсорные экраны. В основной коробке я обнаружил зарядное устройство на 24 ватта, на конце кабеля разъем Type-C, а сам адаптер имеет вот такую вилку. Хм, придется использовать переходник, подумал я. Но, во-первых, переходничок обнаружился в комплекте, а во-вторых, посмотрите, как все это реализовано. Ты просто вставляешь переходник в паз и получаешь чисто европейскую вилку. Зарядка-трансформер? Хм, прикольная реализация, я такой еще не встречал. Сам планшет облачен в алюминиевый корпус и сразу обращаешь внимание на то, насколько он тонкий. 8,5 мм и, по-моему, он даже тоньше, чем мой смартфон. Сейчас мы его исследуем со всех сторон, а пока перейдем к следующей коробке, в которой находятся сразу два важных аксессуара. И если стилус, штука совсем не обязательная, то клавиатура и чехол куда более полезны. Особенно клавиатура, она прилипает к планшету за счет магнитных контактов. Держится в целом нормально, но это если пользоваться спокойно. А, конечно, если начать размахивать этой клавой, то она улетит по направлению действия силы тяжести. Набирать текст на этой клаве можно, но придется привыкать к нестандартной раскладке, и, конечно, нас поджидает недостаток любого чисто китайского ноута. Клавиатура без кириллицы, поэтому русифицировать ее придется самостоятельно, либо наклейками, либо гравировочкой. Плюс этой клавиатуры в том, что она тонкая, но, как мы знаем, где тонкая, там и рвется. Нет, ну порваться-то она, конечно, не порвется, и напополам не сломается тоже, если использовать ее по назначению, но все же есть ощущение какой-то хлипкости и ненадежности. А также такая скромная толщина не позволила оснастить клавиатуру портами USB, которые здесь бы точно не помешали. Чехол-накладка тоже пластиковый, снаружи он отделан мягким пластиком, имитирующим кожу. Смотрится прикольно, но главная функция этого чехла скорее не защитная, а функциональная. Благодаря откидывающейся подставке можно разместить девайс на ровной поверхности, и вот в таком виде он обретает вид и функциональность самого настоящего нетбука. По размерам все это дело очень напоминает мой Aspire One, но старичок, конечно, потолще будет, причем разница в толщине такая весьма приличная. Ну и вот для примера, как смотрится все это дело на фоне стандартного листа формата А4. Самый что ни на есть дорожный вариант. Кинул в сумку или даже в папку для документов и погнал. Пробежимся по разъемам. Слева красная кнопка питания, плюс громкость. Сверху стереодинамики и микрофон. Качество звучания динамиков, ну, на уровне бюджетных смартфонов. Допустим, OnePlus 9 Pro легко уделывает его и по качеству, и по объему звука. Ну, сами зацените. Все остальное находится справа. Это музыкальный 3,5 мм джек, слот под карты памяти microSD, micro HDMI и два порта USB Type-C. И все? Да, и ни одного полноценного USB порта. Понятно, что при таком тонком корпусе не разгуляешься. Понятно, что существуют USB хабы. Понятно, что, например, ту же мышку можно подключить через Bluetooth. Но у меня, например, не было синезубой мышки под рукой, поэтому пришлось переколхозить переходник, и получился вот такой писюн. Да, конечно, рано или поздно мы к этому придем даже в полноценных ноутбуках, но здесь и сейчас мне не хватало привычного и такого родного USB порта. Ну вот отдам я его, допустим, своему деду. И чё, он же сразу полезет в свою флешку с сохраненными рецептами самогонов тыкать. А привычной дырки-то и нету. Имеется тыльная камера, но пусть вас не вводит в заблуждение такой массивный объектив. Камера на самом деле ни о чём. Лицевая тоже примитивная на 1 мегапиксель. Блин, ну вместо того, чтобы распылять бюджет на две хреновые камеры, лучше бы сделали одну, но более-менее нормальную фронталку для видеосвязи. Как сказал бы мой дед? Лучше синица в руке, чем рука в синице. Но пора его и похвалить. А хвалить я буду дисплей. Это IPS-матрица Full HD с диагональю 10 дюймов, точнее 10.1. Сразу отмечу хороший запас яркости, с которым у планшетов часто бывают проблемы. Но здесь запас приличный и даже поболее, чем у некоторых смартфонов. Нет проблем и с углами обзора, выраженных засветов в моём образце также не замечено. Да и вообще приятная, чёткая, небледная картинка. Но я уже буквально на расстоянии, чувствую, что вам не терпится узнать, какое железо китайцы смогли запихнуть в этот тоненький планшетик. Начнём с оперативы, её 6 гигабайт. Чё, мало? Ну да, для винды это не предел мечтаний, но для такой машинки в принципе пойдёт. Накопитель на 128 и это память eMMC 5.1. Да, хотелось бы какой-никакой, но SSD, но видать он не влез. Не в корпус не влез, а в бюджет, конечно. Ну и понятное дело, что вся память тут распаяна на плате, это планшеты и на какой-то апгрейд он, конечно же, не рассчитан. А вот с процессором получилась интересная история. Эта модель должна была выйти ещё весной, и если погуглить, то можно найти мартовские анонсы Chuwi Hi 10 Go, в которых был заявлен новый Celeron N5100 на 4 ядра. Именно новый проц и привлёк моё внимание, поэтому я дал китайцам добро на отправку его ко мне. Потом настало лето, я уже и забыл про это предложение, и вот в начале августа он всё-таки приехал. А внутри совершенно другой проц. Ох как! Это удар под дых. Это Celeron N4500. Да, он тоже новый, да, 10 нанометров, но всего два ядра и никакой поддержки гипертрейдинг, и в итоге всего-навсего два потока. Вот это я и называю кидаловым. Не, ну понятно, что у китайцев чё-то там не срослось, с комплектующими процессор был заменён, и в производство пошёл другой чип, это ясно. Но, как говорилось в старой рекламе... Я на такой контент не подписывался. Если бы я знал заранее, что здесь стоит 4500, не факт, что я бы вообще согласился на этот обзор. Короче, проц самого начального уровня, типичный двухъядерный Celeron. Я бы эти Celeron ставил только в домофоны. Да ладно тебе, дед, не преувеличивай, домофон на Celeron это жир. А что касается нашего планшета-бука, то... Ну вот я как раз вам показываю, как он работает с браузером, в частности с ютубом через хром. Да, не самолёт, да, при открытии большого количества вкладок он будет подзадумываться, но это неизбежно. Но при этом я не могу сказать, что всё ужасно и с ним невозможно иметь дело. Просто нужно понимать его суть и его назначение. Перед нами чисто выездной, выходной, дорожный вариант. И никогда, ни в коем случае, даже под угрозой пыток, даже не думайте покупать такие штуки в качестве основного устройства на Windows. Вы будете постоянно испытывать чувство неполноценности и ущербности, и не только из-за бюджетного железа, но и размеры экрана не дадут разгуляться. Но где-то в дороге такой мини-ноут размером с блокнотик может стать настоящим спасением, если нужна винда. Отредактировать или просмотреть документы, поработать с браузером или банально посмотреть кинцо здесь, конечно же, можно. Но отдельно хочу поругать скорость разблокировки. Ну, чё это за дела? Нажимаешь кнопку и практически 3 секунды ждёшь, пока загорится экран. Это бесит. И да, я же не сказал, винда уже предустановлена, это активированная Windows 10 Home. В стресс-тесте AIDA Extreme погонял его полчаса и температура на ядрах не превысила 70 градусов. А корпус в самом горячем месте не разогрелся более 40 градусов. Да, это не печка, но оно и понятно, процесс маломощный, 6-ти ваттный, поэтому и автономность более-менее нормальная, несмотря на относительно скромный аккумулятор на 22 ватт часа. За 3 часа воспроизведения видео через YouTube на такой комнатной яркости 50 кандел он потерял 55% заряда. То есть в реальной жизни можно рассчитывать примерно на 4-5 часов работы без розетки. Теперь давайте его оценивать, но сперва посмотрим, во сколько его оценил сам производитель. В официальном магазине Чуви полный комплект со стилусом, чехлом и клавой стоит 290 баксов или 21 тысячу рублей примерно. Но на Алиэкспресс я видел и дешевле, 270 баксов за вариант с чехлом и клавой. А с учётом купончика и какого-нибудь промокода, которыми я с вами регулярно делюсь в группе ВК и в телеге, можно уложиться в 250 зелёных. Как считаете, мне кажется 250-260 это вменяемый ценник, но подчеркну, брать просто планшет без клавы не имеет смысла, потому что... Да потому что ну что вы с ним будете делать? Планшет на винде это ещё то удовольствие, данная операционка слабо адаптирована под сенсор, поэтому я вначале и сказал, что это скорее нетбук, нежели планшет. Но вернёмся к оценке девайса и для контраста посмотрим нашу розницу, чё у нас есть в похожем формате в продаже. Тут нам в помощь Е-каталог с его мощными поисковыми фильтрами. В ноутбучном разделе выбираю ультрабуки, ноутбук плюс планшет 2 в 1 и нетбуки тоже сюда. Диагональ экрана поставлю до 12 дюймов. Да, нас интересуют именно компактные варианты, разрешение дисплея не меньше чем Full HD, чтобы глаза не плакали. Ну и пожалуй всё, давайте посмотрим, что имеется под наши параметры. Сортировочку сделаем по возрастанию цены и... и... ничего бюджетного здесь нет. Либо ценник космос, либо что-то более мощное, но опять же с конско-космическими прайсами. Кстати, Е-каталог хорош в поиске ноутбуков ещё и тем, что здесь сразу выводятся все модификации той или иной модели. Жители Украины и Казахстана тоже могут пользоваться этим инструментом. Итак, я считаю ценник в принципе адекватный, но при этом я вам ни в коем случае его не навязываю. Мне это нафиг не надо. Моя задача донести информацию, а не впарить вам очередное китайское чудо. Не стоит забывать, что в случае поломки подчинить такой планшет будет скорее всего непросто. Я хз, что там с комплектующими, но скорее всего всё печально. Опять же, клава без кириллицы, всё это компромиссы. Да и вообще эра нетбуков, конечно, давно прошла. В 2009, 2010, 2011 годах, да, нетбуки делали ветер на рынке. Но сейчас за окном время смартфонов. Больших, производительных смартфонов и для потребления контента, в том числе за пределами дома, люди в основном выбирают Android или iOS. Но всё-таки для многих именно Windows является более привычной, рабочей, а не развлекательной средой. Отягать с собой большой или даже небольшой, но полноценный ноут, ну согласитесь, не всегда хочется. Поэтому ниша вот таких практически карманных планшетобуков, а она, конечно, существенно усохла за последние годы, но думаю, она ещё жива. Ну а если вы не знаете, для чего вам такой мини-ноут или сомневаетесь, то поверьте, он вам просто-напросто не нужен. Такие дела, у меня на этом всё. Буду рад увидеть ваше мнение в комментах. До связи на ютубе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова